Здравствуйте, уважаемые зрители! Я учитель по физике, меня зовут Рустам Ташхаджи. Сегодня я буду рассказать вам о законах Ньютона. Первый закон Ньютона гласит, что в системе инерциальных отчетов, если на тело не действует никакая сила, то это тело будет покоиться, либо движется с постоянной скоростью. Здесь очень важная вещь в системе инерциального отчета. Что это такое? Вообще-то сначала Ньютон вводит понятие инерция, а потом вводит понятие системы инерциального отчета. Что такое инерция? Инерция это есть масса. Чем больше массы, тем больше будет инерция. Каким могут быть системы инерциального отчета? В первую очередь это земля наша и объекты, которые связаны с землей. Ну, например, дерево, здания и так далее. Теперь второй закон Ньютона. Значит, второй закон Ньютона работает только в инерциальной системе отчета. Если на тело действует какая-то сила, то эта сила приводит к ускорению этого тела. Значит, сила прямо пропорциональна к ускорению, или же... То есть, сила это и есть масса, умноженная на ускорение. Так, если, допустим, на тело действует не одна сила, а несколько сил, то вместо вот F будет равнодействующей силы. Так, что такое равнодействующая сила? То есть, это и есть сумма всех сил. Другими словами, поскольку сила это есть векторная величина, то есть, когда мы складываем этих сил, то мы должны складывать как векторов. Или же можно второй закон Ньютона писать другим видом. Ускорение пропорционально к силе, или же к равнодействующей силе. Многие знают второй закон Ньютона, но не знают, как его применить. Давайте рассмотрим один пример. То есть, у нас есть две тела, и они подвешены на нити, перекинуты через блок. Давайте посмотрим, какие силы действуют на каждое тело. Так, первая сила, это, естественно, сила тяжести. То есть, на первое тело действует силы тяжести, которые вертикально вниз. Также на первое тело действует силы натяжения. Как насчет второго тела? То же самое. На второе тело действует силы тяжести вертикально вниз, и также действует силы натяжения вертикально вверх. давайте скажем что опять же первая масса больше чем второй массы если это так естественно 1 масса тянет второй массы вниз то есть это движение вниз это движение вверх будет чтобы это понять вводим направление направление вниз это положительное то есть это направление положительное естественно это направление отрицательное а теперь применим второй закон ньютона для этой случая в общем виде второй закон ньютона это есть f равнодействие равно м а давайте это второй закон ньютона пишем сначала для первого тела то есть на первое тело 10 м 1 g плюс сила натяжение и это равно м 1 а обратите внимание что масса это и есть масса тела так здесь мы говорили что это направление положительное поэтому направление м 1 g который вертикальный вниз и это направление совпадает поэтому эта сила имеет положительное значение а насчет видим что она направлены вверх поэтому напротив нашего положительное направление здесь будет минус то есть равно м 1 а почему я пишу здесь плюс почему потому что мы знаем что поскольку первого масса больше то есть это тело движется вниз с ускорением а то есть его ускорение совпадает с этим направлением его ускорение вверх так теперь пишем то же самое второй закон ньютона для второго тела значит здесь будет опять же м 2g сразу я беру в проекте этих сил да м 2g вертикально вниз поэтому совпадает здесь я пишу значит плюс от опять же поскольку вертикальный вверх то есть напротив нашего положительное направление поэтому оно будет минус а это тело движется с ускорением вверх то есть его ускорение направлено вертикальный вверх это обратно вот с этим направлением поэтому сюда я пишу м минус м 2 а опять м 2 до масса второго тела у нас есть теперь система уравнения здесь можем найти ускорение здесь можно найти сила натяжения давайте попробуем здесь найти ускорение системы так чтобы найти ускорение можно отнять эти уравнения то есть вот это уравнение минус вот это уравнение значит м 1g минус т это наш первое уравнение минус второй части да м 2g минус т и это равно м 1 а минус минус м 2 а а теперь расходим скобку м 1-сотория м 2g минус 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 будет плюс плюс т это равно м 1 а раскроем скобку здесь будет плюс м 2 а видно что т и т сокращается имеет разные знаки так значит здесь можно m1g минус m2g равно m1a плюс m2a здесь легко можно найти а то есть вынесли скобки а это будет m1 плюс m2a а тоже так же здесь можно вынесли скобки g и легко найти а а равно m1 минус m2a деленное на m1 плюс m2a умноженное на g если мы знаем массы каждого тела то можно легко найти ускорение этой системы а теперь насчет этой формулы поставим опыт то есть поставим такой опыт что действительно ли ускорение равняться этому значению то есть если мы знаем массы можно найти ускорение так же это ускорение можно измерить давайте попробуем это делать в экспериментальном виде мы хотели поставить опыт чтобы измерить ускорение системы а поскольку мы знаем что первая масса больше чем второй массы значит эта масса движется вниз с ускорение с ускорением а так как это мы можем делать значит если мы знаем вот это расстояние то есть перемещение первое первого тела а с также если мы знаем время падения то можно найти ускорение да то есть перемещение поскольку первая масса движется без начальной скорости тогда с будет а т квадрат пополам отсюда можно найти ускорение а это всем известная формула да 2с делить на т квадрат так что мы делаем в этом эксперименте мы измеряем перемещение с и время падения и поставим сюда и находим ускорение давайте подбираем массы так что первая масса 21 грамм а вторая масса 19 грамм и поставим эти массы значение этих масс сюда в эту форму тогда ускорение ну здесь масса не обязательно перевести в килограмм поскольку они сокращаются эти единицы тогда напрямую можно поставить 21 минус 19 разделить на 21 плюс 19 и умножаем на 9,8 же это всем знает да ускорение свободное падение это 9,8 получается что здесь 2 а здесь 40 так 2 и 40 сокращается здесь останется 20 значит 9,8 разделить на 20 это будет примерно 0,49 метр секунд квадрат мы измеряем сначала с это примерно 22 сантиметра и с помощью секундной меры измеряем время значит мы измеряли время и оно вышло 1,94 секунды значит это время и расстояние поставим сюда значит измерение величины с и время падения т поставим эту форму и вычисляем ускорение значит 2 0,92 и 1,94 квадрате это в пределах нашей погрешности метр секунд квадрат что примерно равно 0,49 метр секунд квадрат как видите наше измеренное ускорение и теоретически вычисленные ускорения они равны значит ньютон действительно нас не обманывал на этом все урок заканчиваем в этом сайте можете видеть и решить онлайн тесты если наш видео урок действительно понравился ставьте свои лайки и обязательно не забудьте подписываться до новых встреч до новых встреч